Здравствуйте! В эфире программа «Власть. Открытая политика». Мы работаем в формате прямого эфира. Заходите на наш сайт 7info.ru, звоните по телефону 70 35 15 и задавайте интересующие вас вопросы. А сегодня у нас в гостях председатель комитета по экономике и развитию Курской области Юлия Александровна Типикина. Здравствуйте! Здравствуйте! Юлия Александровна, я думаю, что самое время подвести итоги работы ушедшего 2015 года. Итоги работы в промышленности, агропромышленном комплексе, в социальной сфере, в строительстве. Ну да, уже можно подвести какие-то итоги. Год был непростым, мы слышим это, наверное, со всех экранов. И внешнеэкономические вызовы, внешнеполитические вызовы, неустойчивость рубля. Мы находимся, живем в этой стране, и все это точно так же отражается и на нашей области. Но, несмотря на все это, и о том, что сейчас кризис, тоже, наверное, знают все, не знают только ленивый, я хочу сказать, что в нашей области в настоящее время кризис пока так сильно, наверное, не сказался. То есть достигнуты определенные успехи в том же промышленном комплексе. То есть если в стране наблюдается некоторое снижение индекса промышленного производства по итогам года, это на уровне 96%, то у нас в области, в промышленности есть рост. Это 104,2%. Причем, если брать по подотраслям, то в обрабатывающей промышленности рост более 5%. А, наверное, в одной из основных для нас пищевой и перерабатывающей промышленности рост достиг 10%. То есть, что говорит о том, что эта отрасль была уже выбрана и обозначена приоритетной руководством области. И даже в такие непростые времена достигнуты какие-то результаты, результаты достойные. Если говорить о АПК, о результатах в сельском хозяйстве, то тоже год был непростой. И были такие моменты засухи. Но все равно у нас небольшой рост, но в 0,3% свыше 100% есть. Собрали 3,6 миллиона тонн зерна, 3,4 миллиона тонн сахарной свеклы, свыше 430 тысяч тонн мяса. Это тоже достаточно достойные результаты. Если говорить про отрасль строительства, то объем работ, выполненный в отрасли, также с увеличением на 2,4% пункта. И можно даже сказать, вот в этих условиях был некий бум индивидуального жилищного строительства. У нас рост индивидуального строительства на 25%. И в ЦФО мы на втором месте без Москвы и Московской области, что тоже показатель очень даже хороший. Продолжаются инвестиционные проекты реализовываться на территории области. Это и обжиговая машина, которую завершили в прошлом году на ГОКе. Это строительство станции, два станции замещения. Это современная хладобойня в Железногорском районе, вот агропромкомплектация Курск строит. Это и компания Глобалэко в Монтуровском районе тоже реализует проект. То есть все двигается, все двигается. И хотелось бы вот о зарплате еще сказать. Среднемесячная начисленная заработная плата в прошлом году, пока за 11 месяцев, нет еще результатов года, составила 23 300 рублей. И рост хоть и не очень большой, но рост 4% все-таки. При этом средние доходы составили более 25 000 рублей и возросли на 11%. Но опять же при этом нельзя не сказать об уровне инфляции. Если по стране индекс потребительских цен составил к концу года 12,9%, у нас в области на 1% побольше. И соответственно математика простая. При таком уровне инфляции, конечно, мы видим, что реальные зарплаты у населения падают. И соответственно у нас снижается оборот розничной торговли. Но здесь мы абсолютно в одинаковых условиях со всей страной находимся. Мы выпасть из этого тренда не можем. А так, даже наряду с этим, все равно стоимость минимального набора продуктов у нас в области остается минимальной по ЦИФО. Это 2800 с небольшим рублей. Этому все равно первенство остается за нами. Хотя, говорю еще раз повторюсь, от роста цен мы не защищены никоим образом. Много делается в социальной сфере и открываются фоки. То есть жизнь идет вперед, все развивается. И вообще прошлый год, хочется сказать, был очень знаковым для всей страны. То есть 70 лет Победы – это праздник, который, наверное, отмечали в каждой семье. И к этому празднику у нас был открыт прекрасный мемориал Тепловские высоты в Панеровском районе и Стелла Ангелмира в Фатежском районе. То есть настолько значительное было событие для всех. Если брать знаменательные события у нас в области, мы считаем, что 15-я юбилейная ярмарка, которая прошла в прошлом году, то это тоже значительное событие для региона, куда съезжаются соседи, друзья, коллеги. Вот уже четвертый год в рамках ярмарки проходит Среднерусский экономический форум. И тоже мы видим, что меняется география участников. Вопросы мы обсуждаем достаточно интересные. То есть я считаю, что год был достойным. То есть мы мобилизовались, мы смогли… Ну, вы знаете, что, наверное, тот, кому работать, тот работает. А кому не работать, тот будет искать причины. То есть я считаю, что все ровно в этом, ровно в отношении людей. И что-то происходит благодаря, а что-то происходит вопреки. Люди работают. Да, мы тоже знаем, что столкнулись многие компании инвестиционные с проблемами. Кто-то подвинул, вот как вправо, да, удлинил срок реализации своих инвестпроектов. Но таких вот мы курируем это направление, инвестиционную деятельность. У нас пока не было сообщений о том, что абсолютно люди сворачивают свою деятельность. Ну вот вернемся еще к одному событию, которое прошло в прошлом году. Это Среднерусский экономический форум. С 2012 года это мероприятие проходит. Это, в общем-то, показал форум свою жизнеспособность и вырос до международных масштабов. Все больше и больше участников. Опять же, несмотря на обстановку, на ситуацию, все равно форум состоялся. И в этом году мы готовимся к пятому юбилейному форуму. Какая тема форума и как готовимся? Ну, давайте сначала, может быть, про этот юбилейный форум. Потом немножечко хотелось бы тоже историю, ретроспективу напомнить. В этом году действительно пятый юбилейный форум. Мы его проводим совместно с нашими партнерами. Это московская компания КМ. Анализ, консультации и маркетинг. И они, конечно, являются неким таким моторчиком, движущей силой. Они разрабатывают концепцию форума. Ну, они молодцы. В этом году придумана тема экономика на службе новых поколений. Если посмотреть по годам тематику форума, то да, в 2012 году вообще идея, я понимаю, она вынашивалась и рождалась как бы задолго до 2012 года. И хотелось действительно показать, ну, не знаю, что-либо важное место среднерусского региона и вот наших областей соседних и в экономике, и в политике страны. То есть страна – это не только Москва и Санкт-Петербург. Страна, наверное, сильна, вот глубинка, я не знаю, периферия. И как это правильно сказать? Я в этом обидного ничего не вижу. Мне кажется, что здесь как раз живут достойные, образованные, грамотные люди и производства достаточно большие, крупные, которые дают свой вклад в валовый продукт внутренней страны. Так вот, сначала нам и хотелось показать и обсудить ситуации и межрегионального сотрудничества и вообще понять, что происходит у соседей и неким образом, наверное, сплотиться и обсуждать. И тому же федеральному центру, может быть, показывать и акцентировать те проблемы, которые нас интересуют. И на том первом форуме, если мне не изменяет память, у нас участников было от 600 до 700 человек. Затем в 2013 году форум был посвящен развитию внутреннего рынка. Мы как раз вступили в ВТО, во Всемирную торговую организацию. Немного растерялись, потому что требования очень жесткие и достаточно сильно это все отражалось на аграриях. И тоже нужно было понимать о взаимодействии, что делать дальше, на какие вообще субсидии, на какую господдержку будут вообще, возможно, будет рассчитывать. И в том же году у нас достаточно серьезное было участие и большая поддержка от полномочного представителя президента ФЦФО Александра Беглова. У нас происходило сестание рабочей группы по приграничному сотрудничеству и съехалось очень много наших коллег. То есть, да, наша еще особенность приграничья. Было, опять же, заседание президентов торгово-промышленных палат. Тоже в тот год насыщенная такая была программа. И уже участников у нас было около 900 человек. Затем, в следующем году форум был посвящен как бы возрождению и развитию человеческого капитала. То есть, совершенно и было ясно, и сейчас это понятно, что все вот эти и новые производства, и высокопроизводительные рабочие места, о которых говорит президент, и которые четко прописаны в указах, работать на этих местах могут только высокообразованные, грамотные, высококвалифицированные люди. То есть, идет речь уже и о правильном и нужном, наверное, образовании в школе, и о профориентации, и о высшем образовании. Опять же, мне кажется, пришло уже понимание того, что не только инженеры, экономисты, юристы, а действительно есть, ну, что говорить, наверное, качественный, ну, не наверное, а качественный сварщик и высококвалифицированный сварщик – это штучный товар. Даже, наверное, высококвалифицированный сантехник сейчас штучный товар. То есть, все это тоже обсуждалось, и мы еще рады, что мы находим единомышленников. То есть, мы понимаем действительно, что у нас и проблемы примерно одни и те же, вот у наших регионов, и мыслим мы очень похоже. Вот в прошлом году форум был посвящен теме государственного регулирования, причем впервые эта тема у нас поднималась еще на первом форуме, у нас было интерактивное голосование среди участников, и как раз спрашивали, насколько нужна и важна роль государства. И, ну вот, во всяком случае, мнение людей и мнение участников в том, что государственное регулирование быть должно. Действительно такая большая страна, то есть и природные ресурсы разные, и производства абсолютно разные, и нужно понимать, то есть и производительные силы, они тоже разные. И вот это в масштабах всей страны, конечно, регулировать нужно обязательно. То есть это вот если совершенно быстро, совершенно таким точечно рассказать, и уже участников, вот в прошлом году у нас на форуме было более 1200 участников. То есть их с каждым годом увеличивается. Увеличивается, и понимаете, мы, во-первых, еще, во-первых, наверное, очень отмечаем с радостью то, что и наши, то есть и муниципальное образование, им тоже становится интересно. То есть действительно собираются эксперты достаточно серьезного уровня. У нас же выставки всегда проходят проектов инвестиционных. У нас всегда бывает выставка молодых ученых. То есть на эти выставки и конкурс инвестиционных проектов у нас тоже традиционно проходит, причем и наших региональных, и соседних регионов. И эксперты, приглашенные из Москвы, достаточно интересные люди. И даже вот воспользоваться тем, что не ехать куда-то, а сюда приезжают такие, ну скажем, умные головы, их послушать, понять вообще тенденции, которые вот в стране, что происходит, куда мы движемся. В форуме можно вот всех их и увидеть. Да, и обменяться своим мнением. То есть, конечно, вот это наша сама схема мероприятия, что в первую половину дня у нас выставка и пленарное заседание, а во второй половине дня круглые столы, где не то, что не запрещено, а приветствуется как раз и выступать, и обмениваться мнениями. И, не знаю, нам кажется, что это действительно интересное мероприятие. Вот на этом же мероприятии впервые возник проект «Губернаторская тысяча». То есть, очень интересно, очень много чего можно решить, много о чем можно поговорить. И вот о международном наполнении, то есть, количество международных участников в 2012 году было порядка 35 человек. Было очень много из Украины, соседей Беларусь, но была и Польша, была и Венгрия. Однако же уже в прошлом году их было более 60 человек. Это было и дальнее зарубежье, это была и Литва, это были представители Китайской Народной Республики, та же самая Польша, Болгария. Но самое интересное, и вот в этих даже условиях, какие с Украиной отношения, был один представитель из Мариупольской области, если я не ошибаюсь, и из Донецкой Народной Республики были люди. То есть, мы интересны, нас это радует, и мы сейчас к юбилейному форуму готовимся. Как раз тематика такая, что мы постоянно выходим из кризисов, мы пытаемся, может быть, решать какие-то сиюминутные вопросы. А что мы оставим нашим детям? И причем абсолютно во всех направлениях жизни. Экология, и земля, и духовность, и нравственность, и промышленность, и культура. То есть, обо всем. Форум экономический, а вот как раз в этом году спектр тем, он очень широк. И мы уже прорабатываем очень многие вопросы с коллегами, с органами власти. И уже в министерство у нас были поездки, потому что все равно хотелось бы привлечь федеральный уровень, приглашение за подписью Александра Николаевича Михайлова, губернатора, отправленный на имя Дмитрия Анатольевича Медведева, и на имя очень-очень многих министров. Так что сейчас у нас вот идет такая активная работа. Сейчас мы все больше слышим на федеральном уровне о стратегическом планировании. Вот хотелось бы узнать, что это такое, и как в Курской области в этом направлении идет работа. Ну, стратегическое планирование вообще летом 2014 года вышел закон 172ФЗ о стратегическом планировании в Российской Федерации. Но во всех субъектах существовал и существует такой документ, как стратегия социально-экономического развития региона. У нас в регионе она была подготовлена и защищена тогда еще в существовавшем Министерстве регионального развития в 2007 году. Она была написана по прорывному сценарию, защищал ее в Министерстве Александр Сергеевич Зубарев в тот момент, председатель правительства. И я хочу вам сказать, что стратегия развития страны, она существовала. Сейчас подошел момент, когда это все систематизируется и структурируется. В законе, как бы в развитии этого закона уже в прошлом году был принят закон Курской области о стратегическом планировании в Курской области. И он подразумевает некий набор стратегических документов. Вот к ним относятся уже мной названная стратегия социально-экономического развития, схема территориального планирования региона, государственные программы. Вот их у нас 25. Это программы, которыми мы наполняем расход бюджета. То есть это наши расходные обязательства бюджета. Мы осуществляем только в рамках программной деятельности. И бюджетный прогноз, опять же социально-экономические прогнозы. То есть это вот такой комплекс документов. В министерстве сейчас в развитии закона выпускают и готовят и методики, методические сопровождения регионов, и положения различные, то есть подзаконные нормативные акты. Мы понимаем, что действительно много изменилось и во внешней, и во внутренней ситуации. И действительно наша стратегия, подошло время ее актуализировать, ее корректировать, приводить к требованиям сегодняшнего дня. И вот сейчас мы уже готовим проект технического задания. То есть это будет сумасшедшая комплексная работа всех органов исполнительной власти, потому что вот когда мы в конце 2014 года в рамках реализации стандарта инвестиционной деятельности мы разрабатывали и утверждал губернатор инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года, это тоже была колоссальная работа, но социально-экономическая стратегия, социально-экономического развития, она охватывает, это гораздо более широкий документ, она охватывает абсолютно все направления деятельности, все сферы. Это и промышленность, и АПК, и стройки, и дороги, и социальный блок абсолютно весь. Вот сейчас ждем вот на днях или раньше методику, чтобы мы уже абсолютно соответствовали требованиям министерства, плюс ко всему получили мы проект постановления правительства Российской Федерации, с нами работает федеральный уровень вот таким образом, что мы часто получаем проекты нормативных документов, и у нас спрашивают как бы мнение регионов, какое бы мы могли внести какие-то предложения в эти документы. Так вот, уже четко прописано, что мы и согласовывать будем обязательно, этот документ с министерствами и ведомствами, и мы должны будем привести в соответствие, на сегодняшний день существуют 11 стратегий развития отраслей, и уже как бы на выходе многие стратегии, наша не должна выпадать из этого контекста. То есть точно так же, как наши государственные программы должны быть и разработаны абсолютно в соответствии с госпрограммами федерального уровня, чтобы мы могли и в конкурсах участвовать, чтобы мы могли и субсидии получать. То есть вот сейчас у нас основная работа над этим документом, а цель документа одна, то есть понимать и улучшать благосостояние граждан, улучшать инвестиционную привлекательность, создавать благоприятный предпринимательский климат. То есть задача органов власти самая основная. У нас остается совсем немного времени, буквально 5 минут. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали немножечко про индустриальный парк, который планируется устроить в поселке Юбилейный. Вот какие работы запланированы на этот год? Ну вот эта работа тоже в рамках реализации стандарта инвестиционного. Ну и, собственно, даже не было бы стандарта, мы уже тоже пришли к пониманию того, что инвестор, он не придет на голую землю. То есть инвесторам достаточно необходимо на сегодня не только земельный участок, но и инфраструктура к нему. Вообще, если немножечко, чуть-чуть потеоретизировать, есть два направления развития промышленных парков, индустриальных, промышленных, кому как удобно. Это гринфилд и браунфилд. То есть вот наш парк государственный – это гринфилд, то есть в чистом поле, зеленая площадка, которой сейчас вот опять подошла, наверное, самый сложный этап работы – это проработка действительно инфраструктуры к парку. То есть земельный участок, он в собственности областной. У нас придан статус юридически этому парку. Сначала это было на заседании Совета по привлечению инвестиций, обсуждалось, затем губернатор своим постановлением это утвердил. Определена управляющая компания – это наше агентство по привлечению инвестиций. Сейчас уже проведен конкурс по разработке проектной документации, то есть проектировка, должна быть план планировки этого участка. Мы запланировали, что не менее, то есть там чуть больше 100 гектар, поделили это на участки схематично. В финансовой модели уже предусмотрели, какие производства нам нужны, какие мы бы хотели размещать и развивать на территории парка. Не менее 15 гектар должно быть отведено предпринимателям, то есть предприятиям малого и среднего бизнеса. И вот как раз начинается работа проектно-сметной документации, вообще определение источников, и как это все будет осуществляться. Но наряду с этим существуют и браунфилды. Это коричневые площадки, то есть те промышленные здания и сооружения, которые остались от существовавших ранее предприятий, и где сейчас можно разместить, то есть там существует инфраструктура, может быть, ее надо реконструировать, но это не те совершенно, не тот уровень затрат. И вот на территории бывшего завода «Счетмаш» сейчас существует такой парк «Союз», просто как бы у них нет еще статуса, но насколько вот мы знаем, и такая задача поставлена, проработать с руководителями этого предприятия, то, чтобы был придан статус уже частного индустриального парка. То есть тоже можно идти разными путями, можно идти как по государственному пути, а можно идти и по пути частному, это абсолютно в рамках законодательства. – Юлия Александровна, ну, время нашего эфира подходит к завершению, еще осталось много вопросов, на которые мы не успели ответить, но я думаю, в следующий раз тогда. – Хорошо. – Вот, спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию. – И вам спасибо. – Я напоминаю, что это была программа «Власть. Открытая политика». Увидимся в ближайшее время. До новых встреч. – Субтитры подогнал «Симон»